Физкульт привет! Друзья, ученики и просто случайный зритель. Сегодня мы с вами тренируем дельты. Дельты для того, чтобы они были огромными. Все три пучка. 3D дельты. На прошлой неделе, вы уже видели, мы тренировали окислительные мышечные волокна. Кто не видел, обязательно посмотрите. Ссылочка будет в описании к ролику. Сегодня мы тренируем, если хотите, гликолитические мышечные волокна или обычный режим тренинга. Что самое главное, друзья, в данной тренировке? Это время минимум 20 секунд под нагрузкой. Но не больше 40. Об этом можно не беспокоиться, потому что большинство из нас не выдерживает даже 15 секунд под нагрузкой. Поэтому, если вы сделаете 20 секунд под нагрузкой, это будет идеально. Мы полностью дадим нашим волокнам толчок для роста. Ориентируйтесь где-то на 10-15 повторений. В зависимости от того, как вы выполняете повторы. Я рекомендую в этот вид тренинга делать позитивную фазу максимально взрывной. Но негативная фаза должна быть максимально замедленной. Не такая, конечно же, как при тренинге на окислительные мышечные волокна. Но все же должна быть ощутимая, видимая со стороны разница примерно в 2 раза. Если мы будем с вами поднимать вес на 1-2, то опускать нужно на 1-2-3-4. Опробуйте это. Если вы никогда так не тренировались, вы увидите, насколько круто это по ощущениям. И даже сразу же после первого дня такого тренинга вы почувствуете разницу. Увидите ее в зеркале. Давайте вспомним, что мы делали и как мы делали на прошлой неделе, когда тренировали окислительные мышечные волокна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое упражнение, друзья, это разведение. Или отведение гантелей на наклонной скамье, лежа на ней грудью. Это, на мой взгляд, одно из лучших, если не самое лучшее упражнение на заднюю дельту. Начинать тренировку я рекомендую всегда с заднего пучка. Почему? Об этом я писал в своих статьях и рассказывал в видеоролике рейтинг мышечных групп, потому что именно задний пучок Д диктует, насколько мощными будут все остальные три пучка. Не верите? Проверьте на себе, и вы уже через 6-8 недель увидите разницу. Но что самое главное, люди со стороны, ваши друзья, те, кто тренируется с вами в одном тренажерном зале, заметят это и будут вам говорить то, что видно. Обязательно в этом движении делаем как минимум 3-4 разминочно-подводящих подходов. 10-12 повторений. Основная задача – нагнать как можно больше крови. И два подходика мощных на 10-12 повторений. Даже если на 8, ничего страшного. Мощно разводим гантели в стороны и медленно-плавно опускаем. Обратите внимание на момент, что внизу гантели не должны соприкасаться друг с другом. Желательно вообще близко их не сводить. Для чего? Для того, чтобы оставлять напряжение в работающей дельте, непосредственно в его заднем пучке. Это очень-очень важный момент, друзья. Обращайте на это особое внимание. Старайтесь не сводить лопатки. Когда мы тренируем грудные мышцы и широчайшие, лопатки сводить обязательно. Но вот при тренинге на дельте, друзья, необходимо контролировать этот момент и не сводить лопатки вместе. Следующее движение – это жимы гантели сидя. В этом движении уже достаточно будет 2-2 подходика. Не до отказа. А вы знаете, что такое тренинг до отказа. Это когда мы останавливаемся за одно повторение до того, как нас задавит. Так вот, в разминочно-подводящих подходиках необходимо доводить себя где-то за 2-3 повторения до этого ощущения, до отказа. Но вот в 2-х заключительных подходах вы должны довести себя до мышечного отказа. То есть, если вы делаете 12 повторений, 13-е, которое вы почувствуете станет для вас невыполнимым, делать не нужно. Это будет уже тренировка в отказ. Она противопоказана. Вы все это прекрасно знаете, кто следит за моими статьями, видео и книгами. Повторяться не будем. В этом упражнении очень важно контролировать негативную фазу движения. Вы должны чувствовать, что вы опускаете вес мышцами. Представьте себе, вы выжимаете вес за счет напряжения мышцы. Точно так же вы должны не за счет того, что вас придавливает к земле, расслабляться и бросать вес вниз. Нет, друзья, это не тренинг. Это не бодибилдинг. Бодибилдинг это работа головой. Вы должны четко контролировать напряжение мышцы, опускать гантели вниз. И мощно выжимать вверх. Не соприкасаться к гантели вверху. Ни в коем случае. И не распрямляйте руки полностью. Старайтесь найти то положение кистей. Не обязательно, чтобы ваши кисти были на одной линии. Не обязательно, чтобы кисти были параллельны друг другу. Найдите то среднее положение между этими двумя крайностями, которое максимально комфортно для ваших плечевых суставов. Это с гарантией даст вам хорошую прокачку. Но что самое главное, убережет наш плечевой сустав от травмы. Обязательно прислушайтесь к этому совету. Следующее упражнение это отведение гантелей, сидя в стороны. Разведение гантелей. То же самое. Мощно разводим гантели в стороны. Стараемся, чтобы мизинцы были немножечко выше больших пальцев. Стараемся, чтобы вы были ваши локти, плечи в одной плоскости. Это тоже очень важно. Не нужно выводить руки вперед. Иначе мы будем смещать нагрузку, а нам это не нужно. Нам необходимо с вами проработать именно средний пучок передовидной мышцы. Обратите на это особое внимание и даже может быть попробуйте поработать какое-то время с достаточно небольшим отягощением только для того, чтобы грамотно наработать технику. Это очень-очень важный момент. Не игнорируйте его. Делаем три рабочих подхода. Здесь разминочно-подводящие подходы уже не нужны. Дельты разогреты, наполнены кровью и вы можете смело работать уже непосредственно в рабочих подходах. То же самое, друзья. Мощно поднимаем и подконтрольно, четко, замедленно опускаем. Это залог правильной техники. Залог того, что нагрузка будет целиком и полностью направляться в средний пучок дельты. И заключительным движением, друзья, я практикую последнее время жимы штанги из-за головы. Да, именно из-за головы я обратил внимание на то, что когда я жму с груди, приходится, хочу я этого или нет, все равно отклоняться немножко назад. Что дает очень нехорошую нагрузку, компрессию на поясничный отдел позвоночника. У кого-то на грудной, но все мы это чувствуем. Когда мы жмем из-за головы стоя, мы стоим идеально ровно и можем целиком и полностью сосредоточиться на работе дельт, не переживая за наш позвоночник. Что нужно помнить в этом движении? Мы делаем это уже заключительным, четвертым движением. По идее, вы можете его не делать, но я делаю для того, чтобы избавляться от боли. Да, да, как это ни странно, в моих травмированных плечевых суставах. Делаю я его уже с относительно легкими весами на 15 повторений. Чисто пампинг, накачать так можно больше крови, прочувствовать именно вот это кровонаполнение. Попробуйте. То же самое. Здесь можно делать медленно вверх, медленно вниз. Самое главное не распрямлять руки полностью и опускать гриб штанги ровно настолько, насколько позволяет вам растяжка вашего плечевого сустава. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилась эта тренировка, когда вы ее посмотрели. Уверен, вы кайфанете после того, как опробуете ее на практике. Обязательно отпишитесь в комментариях, насколько вам это понравилось. Ну а если не понравилось, отпишитесь, что не понравилось. Кому нравится, ставим плюс в комментариях обязательно. Кому не нравится, ставьте минус и дизлайк. Если напишите еще, что конкретно не нравится, буду благодарен. Но без строгих высказываний, без грубых выражений. Такие блокируются. Друзья, не забудьте нажать на колокольчик. Это нужно сделать обязательно, если вы хотите видеть все мои новые выпуски. В связи с новыми правилами YouTube, вы можете просто не видеть мои новые видеоролики. YouTube не будет вас об этом предупреждать. Но если вы нажмете на колокольчик, вы с гарантией не пропустите ни одного моего видеоролика. Спасибо всем за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Пишите в комментариях ваши вопросы. На все я отвечаю. На некоторые, как вы видите, даже снимаю видеоролики. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов. Но вы получаете пожизненное членство. И нас в группе уже 344 человека. И ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации. Основанным на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать. Вы не будете уставать. Вы не будете упираться лгом в стенку. Вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы. И сохранять и улучшать свое здоровье. Что может быть лучше? А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек. Отдельно для парней. Это серия книг «Факт фитнес». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличаются от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Субтитры создавал DimaTorzok